В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В муниципалитете прошли праздничные мероприятия по случаю Дня России. С праздником будьте все вместе, любите, цените друг друга. И всегда вперед. В рамках проекта «Выездная администрация» прошла очередная встреча главы муниципалитета Станислава Каторова с жителями. Встреча пришла замечательно. У нас всегда в 5-м микрорайоне встреча проходит хорошо. В Видном завершился трехдневный фестиваль «Русский слог». Людям было интересно, они смогли пообщаться, они смогли показать свое творчество. Одним из главных мероприятий во время празднования Дня России стал автопробег. Неравнодушные жители собрались на стадионе «Металлург», чтобы проехать вместе по улицам города. В рамках празднования Дня России в Ленинском округе был проведен патриотический автопробег, в котором приняли участие несколько десятков автомобилей. Это уже не первое подобное мероприятие в этом году, приуроченное к праздничным датам. Мы совместно с партией «Единая Россия» проводим уже, скажем так, традиционный автопробег. Участники, вы видите, это у нас наши члены партии, депутаты городского округа, просто молодежь, жители, сотрудники наших предприятий. Перед стартом автопробега участники поздравляли друг друга с праздником, фотографировались и делились отличным настроением. Хочется сегодня всем пожелать, прежде всего, быть едиными в своих стремлениях сделать нашу Россию великой, с праздником. Я патриот своей Родины, потому что я люблю свою Родину, потому что я хочу быть вместе со своими жителями, со своими земляками, со своим народом, вместе отметить этот праздник. Конечно, очень хочется, чтобы наша Родина, Россия, процветала, была сильной, богатой, успешной. Такие мероприятия необходимы для развития духа патриотизма. Это очень важно для нашей молодежи. Собравшись вместе, все чувствовали величие и гордость за свою страну. Лишь объединив усилия, выполняя задачи каждой на своем месте, можно достичь силы и процветания своей Родины. Мне очень нравится, что в последнее время в нашей стране все-таки идет национализация с точки зрения патриотизма нашего российского государства. Вот идея флага, гимны. В этот день мы должны объединяться с семьями, друзьями, жителями. И вот то, что мы сегодня совершим, все вместе этот автопробег, это вот и показывает наше вот это единство. Праздником быть все вместе, любить и ценить друг друга. И всегда вперед! Автопробег стартовал на стадионе «Металлург». Колонна проследовала по улице Школьная в сторону Расторгуева. По пути движения автомобили, украшенные государственными флагами и патриотической символикой, приветствовали жители города. Участники автопробега доехали до монумента «Павшим воинам» в годы Великой Отечественной войны, откуда вернулись на место сбора через проспект Ленинского комсомола. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжился праздник концертом в зале кинотеатра «Искра», куда мероприятия принесли в связи с неблагоприятными погодными условиями. Зал был полон, артистов встречали бурными овациями. В концерте, посвященном Дню России, приняли участие творческие коллективы Ленинского городского округа. Все номера специально были подготовлены к праздничному выступлению и были объединены одной общей темой – любви к своей стране. Мы постарались выстроить программу таким образом, чтобы петь песни современные о России. Участники – это лучшие коллективы нашего Ленинского городского округа, творческие коллективы, учреждения культуры, учреждения образования. Принимают участие в районе 250 человек. Танцевальные ансамбли, вокалисты – все готовились к выходу на сцену и немного волновались. Но каждого из участников концерта поддерживали родные и близкие, а также зрители, пришедшие в кинотеатр, чтобы вместе отметить праздник. У меня ребенок занимается в ансамбле «Соловушки», народный танец, четвертый год уже. Вот они выступают, и я пришла посмотреть на их выступления, на другие, на праздничный концерт. Это замечательное мероприятие, которое сегодня организовано. Не только это, я сегодня уже посетила не одно мероприятие, а окружное. Концерты, площадки, в парке мероприятия – это очень здорово, это очень нужно и правильно. Собравшихся поздравил заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян. Дорогие друзья, я желаю нашей России процветания, нам с вами стабильности. Мы – великая страна, великий народ. С Днем России, друзья! Хореографический ансамбль «Соловушка» – постоянный участник окружных мероприятий. В этом году ему исполнилось 10 лет. В этот раз коллектив подготовил сразу несколько номеров. Они пока репетировали, теперь ходят, поют эти песни, знают теперь эти песни. Некоторые песни старые, которые уже сейчас нигде не слышно. Они зато их выучили, знают и с большим удовольствием танцуют, и даже по улице ходят, поют их теперь. Каждого артиста провожали со сцены бурными аплодисментами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рамках проекта «Выездная администрация» глава Ленинского округа Станислав Катаров пообщался с жителями 5-го микрорайона города Видное. Встреча прошла в парке «Сосинки» на Жуковском проезде. И в ней также приняли участие заместители главы муниципалитета и руководители профильных служб. Что обсуждали, узнал Максим Козлов. Один из принципов работы команды главы Ленинского округа Станислава Катарова лучше один раз увидеть. А потому довольно часто и самого главу, и его заместителей можно заметить на различных объектах. В этот раз в парке «Сосинки», который расположен на Жуковском проезде. Масштабную реконструкцию здесь провели в 2021 году. Прошло немало времени, но у местных жителей уже есть ряд претензий, прежде всего к плитке. «Самокаты запинаются, и дети падают, и носы, и локти, и руки». «Здесь видишь локации, которые не надо перекладывать, нормально положенные, да?» «Ну конечно, не надо. «Да вот, их труб не надо. Давай тогда посчитаем те места, которые нам придется заменить». Также местные жители показали Станиславу Катарову ряд участков за имеющимся забором, которые можно присоединить к парку и таким образом расширить полезное пространство. «Эта сцена должна была стоять вот там у нас за этим забором, за высоким, у нас находится пять соток. Как раз которые надо перераспределить?» «Да, да. Не распределить, а присоединить. «Я говорю, перераспределить сюда, сюда вернуть». «Сюда, да. И там должна была быть большая сцена». «То есть забор надо переставить и в это заседание. Вот это быстро надо скидать». «Ладно. Мне фотки нужны до конца следующей недели». Главным экскурсоводом по парку Сосинки для главы округа выступила местная жительница, активистка Елена Борежа. Соседи отмечают, что именно благодаря ее энергии и работоспособности многие проекты на территории Ленинского городского округа притворяются в жизнь. И они уверены, не станет исключением и парк Сосинки, который скоро заметно прирастет территориями. «Она тратит личное время. Личное время. Понимаете, это просто бесценно. Настолько мы благодарны Елене за изменения в нашем микрорайоне». «Встреча пришла замечательно. У нас всегда в пятом микрорайоне встреча проходит хорошо». «Получили ответы на те вопросы, которые именно вас волновали и местных жителей?» «Да, получили. И благодарю главу, что он уделил столько внимания именно пятому микрорайону и нашим вопросам». Максим Козлов, Алексей Астафуров, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Деревни Спасская перевели в порядок народную тропу, которая пользуется популярностью у местных жителей. Все детали у Юлии Стафёровой. Тропинка, которая проходит рядом с микрорайоном «Новой», всегда была удобным пешим маршрутом для жителей деревни Спасская, так как с ее помощью можно сократить свой путь. Еще совсем недавно тропа находилась в запущенном состоянии. После дождя грунт размывало, и ходить по ней было трудно. По многочисленным просьбам народную тропу заасфальтировали и установили уличное освещение. «Долго просили. Территория была не муниципальная. Территория находилась у Россельхозакадемии. Но благодаря нашим коллегам из Управления земельно-имущественных отношений, благодаря нашему правовому управлению был наложен сервитут на данную территорию. Были просчитаны, сметная стоимость была определена. Был составлен перечень необходимых работ для того, чтобы для людей организовать безопасный тротуар». Прокладкой дорожного полотна занималась компания МБУ «Дорсервис». Они полностью на себя взяли все технические аспекты работы. Жители настолько были впечатлены результатом, что решили открыть путь по ней в торжественной обстановке. Для этого пригласили представителей администрации. «Нам построена новая дорожка, которую мы добивались. Она такая шикарная получилась при участии, при инициативе жителей, исполнительной власти, представительной власти, я уже говорила. И вот такая вот совместная работа бизнеса. Нам помогали наши спонсоры, наши бизнесмены, которые здесь живут. Понемножку, по чуть-чуть, но каждый внес свою лепту. Это очень приятно. И получился вот такой приятный результат. Можно и проехать на велосипеде, и прокатить коляску до парка, гулять. Очень удобно стало. Спасибо большое администрации, всем, кто принял участие. И заменил нашу старую, так называемую, плиточную дорогу на вот эту вот хорошую. На этом местные жители решили не останавливаться. И своими силами облагородили любимую дорожку. Чтобы можно было безопасно проходить мимо водоема, через который пролегает тропа, один из жителей приварил металлическое ограждение. А также оборудовали зону отдыха. Поставили скамейки, посадили газонную траву, кусты, цветы, повесили кормушку для птиц. Я бросила клич в чат. И наш житель, спонсор Игорь Вениаминович, житель одного из наших домов, любезно предоставил нам цветы живые, однолетние, привез, и мы их высадили. Вот так совместными усилиями народную тропу в деревне Спасское превратили в современный и удобный тротуар. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Наступило лето, значит все дети и подростки могут отложить учебники и наслаждаться теплом и общением с друзьями. Теперь для этого не нужно далеко уезжать, все находится в стенах родных школ. Более 900 летних лагерей распахнули свои двери на базе подмосковных образовательных учреждений. На гиря будут работать все лето, в три смены. Во время первой уже открывшейся отдохнут свыше 72 тысяч мальчиков и девочек. Такой формат летнего отдыха очень востребован. Школьники проводят время весело и с пользой, а родители точно знают, что дети находятся под присмотром. Для ребят запланированы развивающие занятия, кинопоказы, проектные работы и познавательные экскурсии. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова. И мы поговорим о вреде табакокурения. Сабина, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, насколько это все-таки распространенная проблема? Вот ощущение, что все-таки люди стали курить меньше где-то в общественных местах. Так ли это вам, наверное, как никому известна статистика? В современном обществе табакокурение является очень распространенной вредной привычкой. И да, скорее всего, на улицах, где-то в общественных местах людей становится, которые курят, намного меньше. Но к нам очень много приходит пациентов, которые, соответственно, страдают такими заболеваниями, как, например, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, рак легких, гортани. Они все вызываются именно табакокурением. Сигареты являются как таковой зависимостью. Человек ощущает, наоборот, прилив бодрости, энергии, сил, потому что он считает, что для него это необходимо. Это какой-то выброс даже, можно сказать, адреналина, серотонина, повышается частота сердечных сокращений, начинает вырабатываться вот такая какая-то энергия. Но это такая субъективная точка зрения. В организме начинаются перебои уже с того момента, как вы закурили сигарету. Вызываются различные заболевания, которые плохо влияют на организм в целом. Табакокурение оказывает как на женщин плохое влияние, так и на мужчин. Особенно плохо это для женщин, которые беременны. Соответственно, это антинатальная гибель плода, это выкидыши, отслойки плаценты и ранее младенческая смертность. Поэтому беременным особенно нельзя курить. Некоторые думают, я там покурю одну сигаретку. Все нормально, мне будет хорошо, но нет. Это очень откладывается на и жизнь самой матери, и жизнь ее ребенка. Сейчас на повестке не только уже сигареты, но и электронные сигареты, так называемые вейпы. Расскажите о них. Они считаются еще более вредными, чем обычные сигареты? Да, они считаются на самом деле очень вредными, потому что там в некоторых нет никотина, в некоторых есть. Но там не настоящий никотин, там его химическая альтернатива, можно сказать. Помимо этого, там канцерогены, там ароматические вещества, которые вызывают различные заболевания. Это также формальдекиды, альдекиды, и, соответственно, вызываются такие заболевания, как фиброз легких, хроническая обструктивная болезнь легких, также рак гортани легких. И люди думают, особенно дети, подростки, они очень балуются вейпами, они думают, что это ведь не сигареты. Это игрушка? Это игрушка, да, которую можно просто подудить, как они любят говорить. Вейпы, они же относительно недавно появились, но уже, то есть, допустим, за 10-15 лет уже виден их вред. То есть, если сигареты там 30-40 лет, да, то вот сейчас 10 лет уже вейпы, и видно, что они действительно очень вредные. Да, они очень вредные. Единственное, что от них нет запаха, как говорят, любят у нас говорить люди. Скажите, пожалуйста, а можно ли все-таки отказаться от этой вредной привычки, и Ваши советы, как доктора, как это все-таки сделать? Главное — прийти к этому осознанно. Если человек сам этого не хочет, он не бросит. У нас, значит, табакокурение — это помимо того, что это физическая зависимость, как сходить поесть, например, так и психологическая зависимость. То есть, человеку плохо — он идет курить, человеку хорошо — он тоже идет курить. Это все на уровне подсознания, и если человек сам не захочет этого сделать, он не бросит. Никакие врачи, никакие лекарства в этом не помогут. Для начала надо определить цель, для чего именно Вы хотите бросить, и установить себе промежуток какой-то времени. В течение какого времени Вы планируете отказаться от табакокурения. Даже мельчайшее, там, изменить, например, человек употребляет пачку сигарет в день, надо сузить. Хотя бы уменьшить. Да, хотя бы уменьшать. Потихоньку, потихоньку к этому прийти. Также это физическая активность. Чем человек больше занимается физической активностью, тем ему меньше хочется курить. И, соответственно, это также помогает. Также мы следим за питанием. Употребляем в пищу такие продукты, в которых у нас содержится никотиновая кислота. То есть, правильное питание — это крупы, это овощи, в основном баклажаны, бананы. Также не забываем про мясо, печенку, почки. Это тоже хорошо. Человек считает, я уже там очень много лет курю, но уже как бы нет смысла бросать. Так ли это? Или вот лучше все-таки выбросить, не знаю, сигареты прямо сегодня в мусорный ящик, да, что человек хоть немного сможет восстанавливаться даже после многолетнего курения? Конечно. Есть люди, которые реально и 40, и 50 лет курят. Но у них, когда возникают какие-то плохие ощущения, они сами понимают, что как-то плохо влияет на их организм это курение, например, после перенесенного инсульта или после перенесенного инфаркта. Они начинают сами задумываться о том, что да, мне нужно бросить курить. И если они бросают курить, это влияет очень хорошо на восстановление организма после перенесенных заболеваний. Сабина, спасибо большое за интересную беседу. Я напомню, что у нас в гостях была Сабина Дельманова, врач-терапевт в Видновской клинической больнице. Трехдневный фестиваль «Русский слог» завершился. Жители и гости города познакомились с творчеством современных поэтов, а также с классическими экспериментальными поэтическими формами. Для меня Россия, белые березы. Для меня Россия, утренние розы. Заключительное мероприятие поэта на улицах города в рамках фестиваля «Русский слог» прошло в Центральном парке. По словам организаторов, этот день стал самым душевным и теплым, благодаря не только солнечной погоде, но и творческой и теплой атмосфере. Была проделана огромная работа, и мы очень надеемся, что все, кто посетил наш фестиваль, рады. Мы видели их улыбки, их радостные лица. Расходиться никто не хочет до сих пор. И это очень радует, радует, что поэзия живет. Тем более, где, как ни в нашем городе, устраивать такие фестивали. Это первый фестиваль, который предназначен не только для опытных поэтов, но и для начинающих авторов, что позволило многим заявить о себе, узнать мнение других о своем творчестве и придало уверенности. Людям было интересно, они смогли пообщаться, они смогли показать свое творчество, что немаловажно, потому что писатель не может писать только для себя и в стол. Надо, чтобы его слушали. А вот эти три дня – это как раз тот повод, чтобы тебя услышали и оценили, что ты написал. Выявить самых ярких и одаренных авторов, предоставив им площадку для самовыражения и презентации своего творчества – вот что важно для возрождения поэзии. Некоторые авторы выбирали нестандартные способы подачи своих произведений. Так они исполнили свои стихи под гитару. Когда ночь опускается в ритме своем, У тебя утро просится в гости. Разговаривать с природой, с женщиной, с Богом – все это можно только через поэзию, только поэтическим образом. В этом году мероприятия проекта прошли одновременно в десяти городах Подмосковья. Именно поэзия объединила сотни людей в эти три дня. Инга Инчук, Алексей Астафуров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.